Всем привет, дорогие друзья! В эфире рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». И один из наиболее часто задаваемых вопросов, на которые я уже решился записать это видео, это вопрос выбора школы для будущего первоклассника. Значит, сейчас в связи с нововведениями, в связи с новой украинской школой, дело, в общем, обстоит примерно следующим образом. Значит, школы, которые находятся, что называется, у вас на районе, обычные, рядом с домом, государственные школы, они действуют по принципу, который спускается сверху, новая украинская школа. А частные школы, гимназии, лицеи, просто частные школы, где обучение оплаты, они часто двигаются по какому-то своему пути, который больше напоминает тот путь, который был, собственно говоря, в нашей с вами обычной школе. Вот. И что получается? Получается, что то, что заложено новой украинской школой, по мнениям самих учителей, специалистов, которые анализируют это со стороны, где-то 13-15 лет должно пройти до того момента, когда все это будет транслироваться обновленными кадрами, я имею в виду программу новой украинской школы, и, возможно, будет какое-то более глубокое понимание того, что заложено в эту историю под названием новая украинская школа. А заложено туда очень много хорошего, очень много классного, очень много того, что давно уж делаю я, очень много того, что позаимствовано из лучших мировых методик обучения детей, и, в общем-то, новая украинская школа очень даже, очень даже неплохая. Вот. Другой вопрос, что реализуют эту программу те кадры, которые, ну, нас с вами еще воспитывали. Вот. И, конечно, здесь вопрос кадров решает многое, как и во многих других сферах. Значит, самое главное, куда бы вы ни отдавали, то ли вы отдаёте в школу на районе, то ли вы отдаёте в частную школу, самым главным и самым таким значимым фактором, можно даже сказать, это единственный главный фактор такой, да, это какому педагогу вы отдаёте, кто этот педагог, что вы о нём лично знаете, какие отзывы о нём можно собрать в сети, либо среди родителей. Вот это является самым ключевым. И вот здесь даже у меня есть такое желание закончить это видео и сказать, вот, дорогие родители, коллеги родители, педагог решает всё здесь. Вот. Но есть еще некоторые нюансы. Значит, из моей практики были такие случаи, когда родители приводили в хорошую школу, где есть достойный, не один педагог, который может приглянуться, скажем так, родителям и понравиться ребёнку. Вот. Но вопрос оказался связан вообще не с педагогом и не с школой. Вопрос был связан с туалетом в школе. Родители с ребёнком пришли посмотреть школу. В результате девочка пошла, захотела в туалет, зашла в туалет и поняла, что вот в этот туалет, который есть в школе, она сходить не сможет. Никак. Значит, есть вопросы, связанные ещё с питанием, особенным питанием. Сейчас вот мой сын, в частности, вегетарианец, по собственным соображениям, скажем так. Вот. Мы с женой никак на это не влияли. Вот. Мы потом за ним тоже окунулись в вегетарианство. Вот. И вопрос с питанием иногда бывает, стоит неудобно и как-то остро, что это тоже нужно учитывать. Насколько вы готовы снабжать ребёнка самостоятельным питанием, насколько у него будет возможность там это самостоятельное питание в судочках реализовать и насколько у вас, вас вообще хватит, да. Мы со своим ребёнком столкнулись с таким необычным фактором, как просто элементарно забирать ребёнка из школы. Школа, в которой мы пошли в первый класс, находилась очень далеко. И нам было очень сильно неудобно забирать. Мы это делали. Ну, в общем, первый класс мы там проучились. В результате потом мы перешли в другую школу. Вот. Есть вот такие вот ещё мелкие вот нюансы, они больше касаются особенностей вашего ребёнка. И поэтому я выделяю, наверное, здесь, ну, два основных фактора, которые влияют на выбор школы для будущего первоклассника. Первый фактор – это непосредственно педагог. Кто он? Вы должны понимать, кому вы отдаёте. Вы должны понимать, что этот человек не будет, ну, хотя бы, хотя бы не будет пользоваться нашими тремя китами советского воспитания. Стыд, страх, вина. А будет всё-таки как-то способствовать формированию личности. Насколько это возможно? Я сейчас не беру, что прям вообще. Ну, насколько это возможно, да? И второй фактор – это индивидуальные особенности вашего ребёнка, которые могут касаться того, что я уже сказал, или чего-то ещё, что мне просто вот, ну, не попадалось в моей практике. И об этом я сейчас вам не скажу. Но я за то, чтобы это учитывать. Я за то, чтобы учитывать. Я за то, чтобы подбирать. Я за то, чтобы вы пошли в первый класс и не боялись, что вам придётся школу покинуть и выбрать её ещё раз. А может быть, и ещё раз. Вот. Но вот эти два момента учитывайте, пожалуйста, при выборе школы. Педагог и индивидуальные особенности вашего ребёнка. Если у вас получится больше, чем на 50% хотя бы учесть эти два фактора, то у вас будет относительно безболезненно пройдёт и вливание ребёнка в коллектив, и дальнейшее его там пребывание, и, возможно, вам школу менять и не захочется. На вопрос, какая лучше школа, частная или государственная, отвечаю. Всё зависит от этих двух факторов. Если эти два фактора будут хорошо учтены и совпадут в государственной школе, обычной, пожалуйста, вам обычная школа будет лучше любой частной. Если эти факторы совпадут в школе частной, она будет лучше, соответственно, любой другой школы. Поэтому это очень важно. Прежде всего опирайтесь на это. На этом всё. Благодарю за внимание. Спасибо за просмотр. Всем до встречи. Пока.